Привет ребята! Новый год уже близко, мы нарядили елку и я решила сделать игрушку своей рукой. Сегодня я решила сделать толстого серого мышонка. Почему мышонка, а не собаки? Потому что на нашем канале уже есть видео с собачкой. Если хотите, вы можете переделать ее в елочную игрушку. Ссылку на это видео ищите в описании. Итак, сегодня нам понадобится 2 картонных диска, чтобы создать наш помпон. Нитки для вязания серого и розового цвета, кусочки фетра серого и розового цвета, кусочек цветной ткани, шаблоны для ушек и лапок, вилка простой карандаш или ручка, крепкая нитка, ножницы, две черные и одна розовая бусинка и клей-пистолет. Намотаем нить толстым слоем вокруг зубчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чем больше слоев мы сделаем, тем пышнее будет наш помпончик. Попросите маму вам помочь, а то у меня терпения не хватило. Голова и туловище готовы. У нас должно получиться две розовые лапки, два серых ушка, две серые лапки и две внутренних частей уха. С помощью клей-пистолета и маминой помощи клеиваем внутренние части уха на серые заготовки. Склеим два помпончика. Приклеим серые верхние лапки, зубы, нижние лапки и ушки. Музыка Оформляем мордочку. Это делала мама. Музыка Для того, чтобы не обжечься об горячей клее, она использовала булавку. Поместила бусинку на иголку и смазала клеем. Потом прижала бусинку к компону. Музыка Последний штрих – усики. Для них мы используем обычную белую нитку. Сложим ее в несколько раз и проденем ее возле носика. Музыка Обрежем с двух сторон, оставив кончики один сантиметр. Музыка Какой крутой мышонок. Даже на елку его перехотелось вешать. Пожалуй, заберу его в мою комнату. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Буду рада увидеть ваши работы. С вами была Маша. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok